А теперь мы переходим к следующему докладу. Наш следующий спикер является техническим директором IceRock. И он является автором библиотеки MoCo для Kotlin Multiplatform. Зовут его Алексей. Давайте встретим его с его докладом. Всем привет. Я Михаил Алексей. Сегодня я расскажу вам, как мы в своем проекте, в своей компании внедряли Kotlin Multiplatform в существующие проекты на Android и iOS. И что-то оно тут зависло. Не кликается. Нет, тут вон турнон какой-то. Раз. У нас небольшие технические проблемы. Мы сейчас быстро их исправим. Пока можем как-нибудь повзаимодействовать. Такс. Ну я вообще план могу рассказать кратенько. Типа, что сегодня я расскажу. Во-первых, расскажу вообще, кто я такой, да, из какой компании. Вот. Что такое вообще Kotlin Multiplatform Mobile для тех, кто не знал или мало про это знает. Работает все нормально. Зачем мультиплатформу тащить в существующие проекты, которые уже написаны нативно на Android и iOS. Приведу несколько примеров, как мы это делали в своей компании. И в конце приведу инструкцию по интеграции мультиплатформы в ваш проект. Итак, я из компании SROG. Мы занимаемся разработкой на заказ. Последние 4 года мы работаем на мобилках именно с Kotlin Multiplatform. Это нам позволяет сэкономить время, сэкономить ресурсы на то, чтобы побольше сделать и поменьше багов произвести. Сделали за это время уже больше 20 проектов, сколько точно я уже и не вспомню. Вот. И мы поддерживаем свой набор библиотек MOKA для мультиплатформы как раз. Позволяя делать нам более просто мобильные проекты. Вот. Я сам занимался мобильной разработкой под Android и iOS в разное время. Там разные платформы. Вот. Уже 9 лет набралось, как я связан с мобилками. И последние 5 лет я технический директор. Там как раз развиваю компанию, ну и мультиплатформу внедряю. Что такое мультиплатформа мобайл? Чтобы ответить на этот вопрос, вообще разберем по частям. Во-первых, что такое Kotlin? Ну это язык программирования. Все андроидщики его знают. Для iOS-ников, наверное, тоже знакомо, в принципе, хотя бы название. Современный, лаконичный, безопасный, вот как JetBrains. Его описывают на своем сайте. А Kotlin мультиплатформа – это набор инструментов для этого языка. Он включает в себя три компилятора. То есть для Android используется Kotlin.jvm компилятор, который позволяет как раз запускать Kotlin-овские приложения на Android. Дополнительно есть у Kotlin Kotlin.js компилятор. Как раз вебовое или Node.js приложение можно на Kotlin писать. И Kotlin Native компилятор, который позволяет нам компилировать под iOS, MacOS, Windows и прочие нативные платформы, на которых нет виртуальной машины. Помимо компиляторов в мультиплатформу входит еще дополнительно Gradle-плагин, который как раз позволяет нам не запариваться с запуском компиляторов вручную. Мы просто описали конфигурацию в Gradle. Сказали, что у нас там будет платформа iOS, Android, Windows, JS и еще что-нибудь. И уже Gradle сам запустит нужные компиляторы в нужные моменты и передаст правильный набор исходного кода. Также есть плагин для IDE, который там и в Android студии, и в принципе во всех IDE-шках. Он умеет правильно анализировать вообще Gradle-овый проект и означать, что вот здесь у нас общий код, вот здесь у нас там чисто под Android, здесь под iOS, как они связаны, навигацию между ними и так далее. И также в мультиплатформу входит небольшое расширение самого языка. Это конструкции Expect Actual, которые позволяют в виде Expect в Common части, именно в общем кодлене, написать, что у нас есть какой-то класс или функция или что-либо еще, хоть там интерфейс. А на конкретных уже платформах доуточнить это объявление через Actual декларацию. И, например, у вас логер будет, который можно вызывать из общего кода, но он на Android использует привычный лог D, лог UE и так далее. А на iOS он использует NS-лог, например, нативный. То есть все оно будет нативно для платформ. Вот. И на слайде сейчас можно видеть картинку. Слева это как раз как какие зоны забирают себе компиляторы разные. То есть у нас в центре есть общий кодлен-код, который вообще никак не меняется, в зависимости от того, под какую платформу мы компилируем. Вот. Но используя разный компилятор, мы в дополнение к этому общему кодлен-коду добавляем еще и платформенно-специфичный тоже кодлен-код. Также можно добавлять и платформенные библиотеки, типа какоподы iOS-ные, прям можно подцепить к кодлен-компилятору, и он будет с ними взаимодействовать. То есть он скомпилирует такой бинарник, который умеет обращаться к нативной iOS-ной библиотеке. А справа можно видеть то, во что вообще кодлен-код скомпилируется на примере мобильных именно платформ. То есть для андроида он скомпилируется в обычный джарник и будет подключаться как типичная библиотека там на Java или на кодлен написанная. А для iOS как фреймворк. Это нативное представление для iOS-ников, то есть какие-нибудь какоподы, кортейдж и другие менеджеры зависимости, или даже без них, они все фреймворками взаимодействуют, если у нас динамическая библиотека. И по сути из кодлена мы получаем нативную зависимость. Не какой-то свой формат, а то, к чему привык Xcode и билд тулы iOS. Сама Kotlin Multiplatform Mobile именно, то есть мобильная мультиплатформа, она не является чем-то отдельным, она просто является подмножеством всей большой мультиплатформы. То есть в мобильной мультиплатформе у нас действуют только два компилятора, Kotlin GVM для андроида и Kotlin Native для iOS. Есть дополнительный Gradle плагин для взаимодействия с iOS-ными какоподами, если вдруг кому-то захочется подцеплять как раз нативные библиотеки в Kotlin Code, чтобы их как-то использовать, например, там для криптографии. И также добавляется специальный плагин для Android Studio, который позволяет iOS-приложения запускать из Android Studio и отлаживать, брикпоинты ставить там и так далее. Вот. Зачем же мультиплатформа вообще с существующим проектом? То есть понятно, что с нуля мы можем писать сразу на обе платформы, там с мультиплатформой и получать там нативный UI, например, да. Вот. А с существующим проектом это процесс интеграции. И зачем это вообще делать? Во-первых, как и любая другая кросс-платформа, мультиплатформа, она позволяет нам сократить трудозатраты. То есть это типично, но касается и React Native, и Flutter, и прочих кросс-платформ. То есть мы сократили трудозатраты, сократили время выхода в маркет, снизили количество багов. Но сама мультиплатформа имеет ряд своих преимуществ, которые заметно ее выделяют на фоне остальных. То есть, во-первых, конечные пользователи нашего приложения, они не смогут вообще увидеть разницы между обычной нативной разработкой и тем, что мы сделали с мультиплатформой. То есть мультиплатформа — это такой набор инструментов для разработчиков, чтобы разработчикам стало проще, быстрее там разрабатывать. Но это не влияет на итоговый результат для самого пользователя. Он видит нативный UI, нативную производительность и никак не сможет отличить вот это приложение с мультиплатформой, а это без, в отличие от Flutter, например. Также мультиплатформа позволяет постепенно интегрировать мультиплатформу в ваш проект. То есть она не заставляет переписывать весь проект или прям экранами переходить. То есть здесь принцип такой, что вы можете написать любой, даже самый маленький кусочек кода, положить его вот в эту общую библиотеку, подцепить ее к Android, к iOS и использовать из самого части нативного приложения. Из Android и из Swift со стороны iOS. Также мультиплатформа, она не навязывает никакой свой подход. То есть разработчик волен решать сам, как будет устроено приложение, какая часть будет именно в общем коде, какая часть останется в нативной части, как взаимодействие общего кода и нативной части будет производиться. И в этом плане очень помогает то, что мультиплатформа, она не создает какой-то там канал коммуникации платформенной части и общий. У нас просто есть определенные классы с функциями и у этих функций есть определенный результат. И мы можем это вызывать напрямую из Kotlin кода Android или из Swift со стороны iOS. И не надо сериализовывать данные для того, чтобы передать между общей частью и нативной. Ну и UI остается нативным. Это в принципе как плюс, так и для кого-то может быть минус. Но мультиплатформа, она уже имеет поддержку Jetpack Compose для iOS в том числе. Это сейчас в режиме разработки. Это выглядит очень некрасиво и убого, если честно. Но вы можете скачать приложение от TouchLab DroidCon 2022 в App Store и посмотреть, как выглядит Jetpack Compose, именно рисующий на канвасе весь свой UI, как на Android, только со стороны iOS. Выглядит не очень, но дальше это будет становиться лучше, так как этим занимаются активно сами JetBrains. Помимо этого UI есть тоже общий от команды CashUp, которые в Android-мире как раз там создали Wooker. DTP, Retrofit и прочие популярные библиотеки. Они сделали проект Redwood, который, используя Jetpack Compose, позволяет делать UI в общем коде, но на платформах будет использоваться именно нативный UI. То есть для iOS будет построено все из UI-кита, но мы управляем из общего кода всем. Вот. Тем, кто хотел бы UI тоже утащить. И теперь про опыт интеграции в существующие проекты. Первый раз мы полезли в интеграцию. После того, как мы всего один проект сделали на мультиплатформе, просто вот с нуля сделали эксперимент, посмотрели, как оно в использовании. Это было как раз там год четыре назад. Вот. И у нас пришел там следующий проект, так как мы заказная разработка, это там развитие нашего уже сделанного проекта. Там новый этап был, большой объем функционала надо было новый сделать. И мы решили попробовать, что будет, если мы мультиплатформу подцепим, чтобы хоть чуть-чуть сэкономить вот уже на сделанном текущем проекте. Как у нас, какой план у нас был? Мы хотели взять просто все, что касается сетевого взаимодействия, то, что однозначно между платформами одинаковое, и утащить это в общий код. Именно то, что надо было новые запросы написать, не затрагивая уже написанные в предыдущих этапах. Вот. А все остальное оставить так же на платформах, как оно и было ранее. Вот. Как итог, мы... Ну, у нас все это удалось. Мы сделали дополнительный репозиторий. У нас был вот там Android в своем репозитории, iOS в своем. Мы решили их не сливать в Monorep. Как на проектах с нуля мультиплатформы у нас все-таки Monorep, а вот на интеграции мы решили сделаем отдельный, подключили его как Git-саб-модуль, и разработчики совместно там все реализовывали. То есть у нас и Android-чики, и iOS-ники, они работали с этим общим кодом. Периодически они друг другу ломали компиляцию соседней платформы, потому что Android-чик там делает этот общий код и проверяет на Android, а про iOS забывает. А потом iOS-ник приходит, и у него общий код скомпилился, а iOS говорит, что там метод пропал куда-нибудь, или у него сигнатура поменялась. Вот. Потом мы уже внедрили дополнительно ну, несколько правил в процессе, и добавили в CI, чтобы у нас компилировалось при мерш-реквестах и общий код, и каждая платформа. Поэтому мы были уже уверены, что при изменениях разработчики не сломали соседнюю платформу. Ну, и трудозатраты у нас тогда сократились в сравнении с той оценкой, которую мы давали, как если бы делать просто вот нативно, никак не завися друг от друга. Второй пример у нас был не такой позитивный. Там у нас была как раз уже в опыте, это одна интеграция, о которой я уже рассказал. Мы несколько проектов с нуля уже успели сделать, мультиплатформенных. Вот. И был довольно большой проект, в котором, в принципе, это все ничего, но именно сетевое взаимодействие там было очень мудреное и неудобное, потому что сервер, он был недокументирован, там была очень неинформативная опиха, и она периодически менялась без какого-либо уведомления. Вот. И приходилось, получается, там сначала там Android, например, или там iOS-ник делает интеграцию там или подправляет то, что сломалось, потом еще надо объяснить второй платформе. Вот не всегда это там сходу нормально заводилось. Вот. И хотели мы сделать, что у нас будет все-таки общий код для всей сети. Мы один раз пострадали, и потом уже просто используем готовую опиху. Что-то поменялось со стороны сервера, мы в одном месте поменяли, и не надо дважды страдать. Вот такая у нас была вводная. План у нас был по опыту первой интеграции, также сделать там отдельный репозиторий, подцепить гид саб-модулем, сделать там вот все мультиплатформенное, утащить с Android, так как он написан на Kotlin, в этот общий код все то, что касается сети, а потом подключить к iOS, выкинув именно написанное на сфете то, что для работы с сетью и подцепить уже именно мультиплатформенную сеть. Такой вот у нас был план, но все пошло не так хорошо. То есть у нас, ну, мы пошли ровно по этому плану, по шагам. Мы взяли Android, утащили с Android все, все, что касается сети. Мы заменили там RxJava на корутины, мы заменили GSON на стерилизацию, сменили Retrofit на KTOR, вот это все, что касалось именно нативного андроидного мира, оно мультиплатформенным стало. А потом мы сделали интеграцию уже с Android, увидели, что Android работает, все классно, у него вот есть мультиплатформенный модуль, и он сам работает. А потом начали цеплять iOS и поняли, что там можно еще столько же времени потратить, сколько мы вот тратили на то, чтобы все, что касается Android и мультиплатформы сделать, что для нас было совсем не, незапланированными затратами. Мы думали, будет заметно быстрее. И какие ошибки мы для себя обозначили. В первых, мы не задумывались вообще о том, а какое будет публичное API этого общего модуля. То есть, что со стороны платформы, со стороны iOS и со стороны Android мы будем реально видеть и использовать. Если бы мы об этом задумывались, мы бы уже в этот момент поняли, что Android и iOS написаны слишком по-разному в данный момент, и даже сеть подцепить будет не так просто. Вот. Ну и второе, мы вот как раз не сверили вообще эти подходы, и получилось, что вот у нас iOS, он совсем по-другому написан, даже там сериализация этих ответов, которые по API были не информативны, и там разработчик сделал просто кастомные сериализаторы, и это довольно по-хитрому там конвертировалось в удобную для него форму, что на Android не делалось. И в итоге тот код, который мы взяли с Android, он совсем не подошел. Вот. Там надо было кучу мапперов написать, и все это довольно больно было бы. Вот. Следующий кейс у нас был не совсем, не совсем прям разработка плотная, здесь мы выступали как консультанты. То есть у нас уже было множество проектов с нуля, у нас было несколько интеграций, и к нам пришли ребята из Profi.ru, они хотели как раз начать использовать мультиплатформу, пришли к нам за нашей экспертизой и попросили, чтобы мы проанализировали их Android-ный чат, который они собирались как раз подцеплять к iOS-у. На iOS-е этого чата еще не было в тот момент вообще. Вот. Они решили, что не будем писать мы на свифте то же самое, что уже написали, хотим вот через мультиплатформу это прицепить. Вот. С нас планировалось, что мы сделаем план перевода андроидного Котлина на мультиплатформу для дальнейшего подключения к iOS, и также мы будем проводить ревью, а они будут саму реализацию делать. Вот. План наш, ну, это провести ревью и составить план для реализации. Мы провели ревью, и вот какой план у нас был составлен для ребят. Это только заголовки. В каждом из заголовков там, по правде, еще небольшая портянка была про то, как именно и что именно им переносить. Конкретно там по коду прям пройдено было все. Вот. Как оно в общих чертах выглядело? Во-первых, добавить вот в том Gradle модуле андроидном с чатом, добавить на поддержку Котлина мультиплатформы. Далее перенести весь тот код на Котлине, который вообще никак не зависит ни от андроида, ни от джаоовского API, как раз в Common Main, в ту часть, которая вот чистый Котлин. После этого заняться заменой GVM-ных библиотек на мультиплатформенные аналоги. То есть как раз вот как в прошлом кейсе было, что там GSON надо на Котлин сериализацию, RX на Корутина и вот подобное. То есть чисто GVM-ные библиотеки нельзя в мультиплатформе использовать, потому что они требуют GVM. Вот. Перевели все, что зависело от GVM на мультиплатформенные аналоги. Дальше уже у нас пачка нового кода начинает быть доступна для переноса. То есть то, что зависело от этих библиотек, оно тоже начинает быть доступным. Следующий шаг, то, что зависит напрямую прямо от джаоовского API, то есть где независимость какая-то, а именно сама джава, там надо заменить как раз на использование ExpectActual, либо все-таки найти какую-нибудь библиотеку, которая бы делала то же самое. Вот. И после этого уже можно забирать все то, что зависит именно от андроида и переносить там в Common Main тоже через ExpectActual, либо выделяя некие интерфейсы в общем коде, которые бы потом на андроиде и на iOS были реализованы и предоставляли нужный функционал. Ну, потом переносим все оставшееся, валидируем именно итоговый публичный интерфейс, который получается для iOS, то есть это компилируем под iOS, сам фреймворк и смотрим, как это все выглядит, насколько удобно это будет в использовании, чтобы уже в этот момент подправить до того, как мы там начали интегрировать это в Android и iOS. Вот. Ну, а потом уже внедряем и тестируем все это. Вот. Какой итог был? Ну, план был для ребят понятен. Мы потом еще в процессе работы несколько раз там созванивались на тему, как еще сделать лучше по итогам ревью, которые я проводил. Логика чата у них в итоге была вынесена. Помимо чата, они в дальнейшем вынесли еще несколько модулей. В статье как раз они описали весь этот процесс, что у них получилось. Ну, и вот цитата из статьи, что оно того стоило, по мнению ребят. По Куару сама статья, если кто хотел бы почитать. Последний из кейсов, который с нашего опыта будет, это то, как мы свой проект, который мы разрабатываем уже множество лет, в него затащили мультиплатформу. Начинался он когда-то вообще на Java. Потом уже туда начали затаскивать Kotlin, а сейчас там уже и Kotlin мультиплатформа появилась. Вот. iOS зато там без Objective-C обошелся, хоть это радует. Что у нас было? Несколько интеграций, помимо тех, что я уже обозначил. Множество проектов с нуля уже сделали. То есть, в принципе, опыта навалом. Есть Android и iOS приложения, которые с 2017 года мы развивали. И в 2021 году мы решили, что хватит делать это независимо Android и iOS. Работы там еще очень много. То есть, там продукт он развивающийся. Постоянно новые какие-то фичи. И решили, добавим мультиплатформу, будем ускоряться. Здесь уже мы продумали немного план. То есть, мы собирались как раз взять разработчиков этого проекта, наиболее погруженных в этот проект, с обеих сторон. И Android и iOS. Чтобы они совместно подумали над всем дальнейшим. Решили, как вообще будет интегрироваться. Итоговое решение у них было опять же GitSubModule, из-за того, что репозитории долгое время параллельно жили. И не хотелось все это сливать воедино. Потому что потеряли бы всю историю Git. Также они совместно должны были продумать общий API этого модуля. И должны были совместно продумать, а как вот этот общий модуль, новый код, который мы подписали для новых фич, должен взаимодействовать с тем, что находится у нас на платформах. В том коде, который старый. То есть там как минимум надо нам токен авторизации получать, нам надо данные пользователя. Ну и там были другие моменты, которыми управляет не мультиплатформа, а вот сама нативная часть платформенная. Они это должны были продумать. По итогу все это команда сделала, разобрались и сейчас уже помимо того, что мы делаем новые фичи с мультиплатформой и видим, что темп сильно выше стал и ребят, которые на современных наших проектах разрабатывали мультиплатформенные приложения, мы сильно проще можем подцеплять к проекту. Они сразу понимают, что, где, как устроено, потому что это современное представление подходов. Помимо этого, еще и старые фичи, некоторые начали переписываться на общий код, потому что бывают кейсы, когда заказчик говорит, что нам надо внести какие-то изменения в уже реализованном функционале. Ребята смотрят, думают, если мы возьмем, просто внесем эти изменения в то, что у нас там на андроиде и на iOS, то сколько это будет стоить в сравнении с тем, что мы возьмем и затащим сюда мультиплатформу и потом уже в ней тоже сделаем эти изменения и потом будем развивать именно мультиплатформу. Чаще всего именно в моменте мультиплатформа она чуть больше времени требует, но на дальнейшей дистанции дальнейшие изменения этого кода они значительно дешевле становятся. Поэтому старые фичи тоже начали перетекать в мультиплатформу. Ну и последний раздел, самое ценное, что бы я хотел донести до вас всех, это как раз инструкция по интеграции мультиплатформы в свой проект. Это такая совокупность всего нашего опыта, что мы набили какие шишки и как бы мы делали. Первое. На два раздела я разбил, если кратко говорить. То есть, во-первых, надо вообще получить базовые знания мультиплатформы. Если вы еще с ней ни разу не работали, сразу тащить в свой проект точно не надо. Сначала надо именно базу разобрать, на своем опыте набить шишки, прочитать там пачку материалов, разобраться, как оно будет работать в похожих на ваш стэк условиях. То есть, это включает в себя как раз изучение основ КММ и попробовать сделать маленькую копию своего проекта большого, где те же самые библиотеки, те же самые подходы, та же самая конфигурация там и андроида, и iOS. И вот туда попытаться затащить мультиплатформу. Вот такая песочница. А дальше уже, когда этот начальный опыт набран, либо он у вас уже есть, например, вы там сделали какие-нибудь проекты на мультиплатформе, то тогда можно заняться именно интеграцией в реальный проект. Ну и там два простых пункта. Первое – это составить план. Точно без плана лезть туда не надо, иначе будет вот кейс-2 из нашей истории. И потом уже по этому плану пройти. Теперь подетальнее. Изучение основ. Тут можно использовать как раз, ну и нужно использовать материалы от JetBrains. По QR-у это есть, там три ссылки основные, от чего надо отталкиваться. Вот. Там очень информативно и подробно рассказана именно вся база. Вот. А дальше требуется получить вот этот первый опыт на примере как раз своего небольшого проекта. На мой взгляд, как раз надо взять и сделать небольшую копию своего проекта. И Android, и iOS нельзя там смотреть только с одной стороны, потому что проблемы, они хоть как будут с разных сторон. Поэтому делаем копию и Android, и iOS своего реального проекта, оставляем там какую-нибудь одну, ну максимум две фичи и никак не меняем там подходы, архитектурные зависимости, вот все то, что в вашем реальном проекте есть. Далее мы совместно с, ну то есть, если вы Android-чик, то совместно с iOS-ником, если наоборот, то совместно с Android-чиком, вместе продумывайте, как должно выглядеть API этого общего модуля. Именно вот минимальный вариант, чтобы там сразу не бежать за большим количеством шаринга кода, не утаскивать туда и view-модели, там вообще все кроме UI или там UI тоже. То есть начните с малого, определили, что минимум туда будет занесено, например, там работа с сетью или какие-то там алгоритмы или математика какая-нибудь сложная для редакторов графических. Вот, это определили, дальше решаете, как этот общий модуль будет заинтегрирован в ваш проект. Тут есть три типовых сценария. Во-первых, это просто сделать монорепозиторий, то есть у вас один гид-репозиторий, в котором и Android, и iOS, и общий код все вместе там. Оно проще для разработки, если у вас и Android-чики, и iOS-ники занимаются разработкой общего кода. Если же команда поделена, что есть Android-чики, iOS-ники и какая-то команда, занимающаяся общим кодом, то там больше подойдет вариант третий. До него дойдем. А вот второй – это гид-саб-модуль. Если как раз хочется сохранить гид-овую историю Android, гид-овую историю iOS, которые долго развивались и много всего наделано, не хочется терять всю эту историю, можно подцепить именно саб-модулем новый репозиторий с общим кодом и с ним точно так же, как с монорепозиторием, в принципе, будет все развиваться. Причем тут можно будет создавать ситуацию, когда одна платформа сильно вперед ушла по использованию версии общего кода, а другая пока отстает по каким-то причинам. А потом будет просто более новые коммиты цеплять и интегрировать. Третий вариант – он для больших команд, где можно разделить зоны ответственности за общий код, за Android и iOS по отдельности. Это использование нативных менеджеров зависимости. То есть для Android мы используем maven-репозиторий, мы готовый бинарник из общего кода компилируем и закидываем в репозиторий. Цепляем через Gradle просто как обычную зависимость. А для iOS мы делаем компиляцию опять же нативной зависимости в виде кока-пода, потом доставляем. То есть в таком случае iOS-ники, например, они в принципе ничего про Kotlin так и не узнают. И они не будут участвовать в разработке этого Kotlin модуля, и они не будут устанавливать никакие там GVM, GDK и прочее себе на машину, чтобы там скомпилировать свой iOS-ный проект. У них в принципе ничего не поменяется. Просто там есть какая-то зависимость, которая имеет какой-то кусок логики. После этого делаем самый минимум именно в общем коде. То есть там создаем как раз этот общий модуль, делаем там просто Hello World функцию, цепляем к андроиду к iOS. На этом этапе получите опыт интеграции. К андроиду будет все просто, к iOS там могут быть сложности, и вот этот опыт он как раз вам сильно поможет в дальнейшем. Вот. Не надо откладывать интеграцию одной из платформ на потом, когда у вас там будет куча кода, и будет очень больно там интегрировать все и думать, как это все подцепить. А вот лучше сразу там на минимуме подцепить, увидеть, что оно работает, как оно выглядит со стороны нативной части. Вот. Проверяем, что все это компилируется и работает, и потом уже перетаскиваем как раз независящий от JVM код там с андроид-части, где вот как раз все на котлене и было, в общий. Либо там пишем новый котлен-код, если там сильно хочется. Вот. И постепенно так доводим до той договоренности, которая вот на первых пунктах там команда достигла, что в общем коде у нас будет такой-то API, такой-то функционал. Вот. И это делается именно постепенно, проверяя там, что у нас все компилируется, и что API свифтовая выглядит удобно, потому что именно API свифтовая, она очень легко может, ну не очень легко, но определенные конструкции котлена, они могут сломать API, сделать ее просто неудобной, не типа безопасной, например. Потому что, например, дженерики на интерфейсах нельзя делать в публичном API, потому что для котлена дженерик останется, а на iOS, так как до свифта это все дойдет через Objective-C, Objective-C не умеет вообще на протоколы вешать дженерики. И в итоге в свифте мы получим интерфейс, протокол, который уже без дженерика, там просто any будет. И это уже будет не так удобно, как там для андроидчиков будет с дженериком. Вот. Ну, дальше там опять же заменяем всякие GVM-ные зависимости на Expect Actual или там на мультиплатформенные, тоже проверяем, тоже проверяем API. Вот. И когда уже достигли той степени договоренности, которую там обсуждали андроидчики и iOS-ники, тогда делаем интеграцию в Android и iOS. Вот. Ну и в таком случае уже вы первый опыт получили. Необходимый опыт, знания для реальной интеграции в проект есть. Вот. И делаем уже интеграцию, да. То есть там составляем план. Опять же это там как подключить, какие изменения в CI потребуется сделать. Рекомендую не забывать про проверку компилируемости обеих платформ на мерч-реквестах, потому что как раз изменение общего кода, так как от него теперь зависит и Android, и iOS, то если это делал там андроидчик, то он такой свою платформу проверил, про iOS не думал, не заглядывал. Вот. А CI как раз там скажет, что вот здесь вот iOS сломался. Надо iOS-ника позвать, посмотреть. Вот. Определить, какие фичи вообще надо будет в общий код, ну, даже не в общий код утаскивать, а вообще какие будут использовать этот общий модуль. Ну, и решить, где именно через ExpectActual будет код шариться, ну, то есть где платформа независимая есть, а где через интерфейс. Вот. Дальше. Публичная API согласуется и андроидчиком, и iOS-ником вместе. Вот. Проверяется, что со стороны сифта это будет выглядеть удобно, корректно. Вот. И все это бьется на итерации с проверками постоянными. Вот. Ну, и потом просто проводим эту интеграцию по плану составленному. В результате все должно быть хорошо. Вот. Важно из того, что я говорил, уделить внимание, да, на то, что обязательно надо согласовывать API андроидчиком и iOS-ником вместе, потому что, ну, не придумает андроидчик нормально, как для iOS-ника это должно выглядеть, так и наоборот может получиться. Потому что у андроидчиков там жизненный цикл, всякие пересоздания, активити, фрагментов и прочего. Есть контекст, который надо там где-то брать. А для iOS-ников этого всего нет. И они могут там сильно проще передавать объекты, например, между экранами. Вот. Далее. Как можно чаще проверять вообще то, что изменили в общем коде, что оно работает на андроиде и на iOS. Ну, это на первых парах точно надо. Потом, когда уже команда обретет достаточно опыта, уже можно будет так сильно нечистить. Вот. Данные, которые управляются именно платформенной частью, ну, вот, например, в Legacy проект мы интегрируем, там уже есть процедура авторизации, нам надо вот в общий код как-то токен перетащить. Вот. Лучше это там передавать, используя интерфейс, объявленный в общем коде, типа там, getToken. И на платформе реализовали этот интерфейс. И платформенными способами этот токен там предоставили, чем там expect-actual какую-нибудь писать и как-то городить. Вот. Также стоит не забывать, что мультиплатформа, она позволяет как раз решать, что у нас будет в общем коде. И не стоит туда тащить все подряд. То есть, если у вас разное поведение какой-то фичи или какого-то там другого функционала между платформами, то не стоит это вот пытаться утащить в общий код. Лучше пускай оно на платформе так и останется, зато будет меньше геморроя пытаться обобщить то, как оно работает. Вот. Также используйте для UI то, к чему привыкли. То есть, возможно, кому-нибудь покажется, что по примерам от JetBrains, что надо обязательно использовать Compose или SwiftUI, но это не так, как бы бизнес-логика. То, что по умолчанию в общий код перетаскивается. А какой UI к ней будет обращаться, тут уже без разницы. Вот. И внедрение зависимости тоже не обязательно делать каким-то прям обобщенным. Вот. Можно сделать в общем коде внедрение там, используя Coin, CodeIn или просто вручную. Мы у себя как раз вручную делаем. Это проще. Вот. И на Android и на iOS использовать то, как там привыкли. Типа там со стороны Swift, там с Inject какой-нибудь. На Android, Hilt. И все это вместе будет нормально работать. Вот. По Quar можно вот набор ссылок полезных посмотреть. Там как раз и где получить помощь. Там телега-чатик наш, где тысяча человек сидит уже, включая разработчиков мультиплатформы. Списки библиотек, где искать с поддержкой мультиплатформы. Как вообще правильнее делать стык Kotlin и Swift, чтобы со стороны iOS было удобнее использовать общий модуль. Вот. Это все там есть. Ну и в принципе вот по этому Quar там все подряд, что я рассказывал был. Вот. Спасибо. Отличный доклад, Леша. Ну слушайте, было, блин, супер круто. Там вот люди уже не успели выначать переходить к секции вопрос-ответ. Просто руку подняли и стоят ждут. Давайте. Привет, представься. Какой у тебя вопрос? Привет, меня зовут Дима, команда Жусан. О, Дима, знакомый уже. Спасибо за доклад, все супер, классно. Меня интересует такой вопрос. Не мог бы рассказать про опыт автоматизации доставки KMM-модуля через менеджеры зависимости, то есть Mavin и Каково-Подс. Да, мы делали проект, ну не проект, а, ну короче, такой мини-техно-демку как раз для кейса, когда у нас именно три независимые команды, где вот общий модуль делает отдельная команда. Вот. И по сути там через Gradle скрипты мы сделали, что этот общий модуль, он будет публиковаться в Mavin, но это типично для андроидчиков, как можно сделать, там статей полно, не касаемо мультиплатформы, в принципе. Вот. И также из Gradle мы запускали всю процедуру публикации в KKPoz-репозиторий. В принципе, KKPoz-репозиторий – это обычный гид, где лежит под спек, вот, и где-то еще лежит сам бинарник. Вот бинарник мы складывали, по правде, в Mavin-репозиторий, то есть IOS-ный бинарник, там, фреймворк этот в виде zip-а валялся в Mavin, который для больших файлов как раз подходит, вот. А в гидовом репозитории KKPoz-репозиторий, типа приватный под спек репозиторий, там просто лежал под спек, который как раз знает, что бинарник лежит вот по такому-то урлу. И он просто его скачивал, ну и обычная интеграция KKPoz-репозиторий. Классный ответ, спасибо. Отличный вопрос, спасибо. Я видел в начале зала, были вопросы, вот. Привет. Привет. Привет, меня зовут Матер, я тоже Джуж Сана. Я тоже Джуж Сана, меня зовут Матер. Спасибо за этот доклад, интересный. Мы тоже смотрели, вот, на КММ. У меня тут пара вопросов. Вот, вот, вы сказали про бизнес-слойку, вы пробовали вот этот 50-тож презентейшный слой, допустим, я видел там примеры с этим MVM, да, вот MVMVP, как так получилось. Вот, и второй вопрос, вот, про вот этот гид-саб-модуль, вариант второй. Вы сказали, у вас были какие-то правила о том, бренчевание, вы можете про это подробно сказать? Насчет шаринга кода, мы у себя в компании шарим все, включая презентейшн слой, то есть у нас, у нас MVM подход, как раз, в наборе библиотек МОКО, которые мы как раз делаем, там МОКО MVM одна из основных библиотек, вот, и по сути на нативе у нас UI и навигация по экранчикам, все, все остальное, оно в общем коде находится, вот, за исключением там некоторых, ну, изредка проекты бывают, когда там что-нибудь платформенно специфичное, там, сервис какой-нибудь на андроиде должен в фоне работать и постоянно кидать куда-то там координаты, например, вот. есть и другие готовые уже решения для мультиплатформы, типа там MVI, как раз Redux, там, и подобное, этого много, как раз вот в списке библиотек, здесь можно там найти пачку как раз разных подходов, даже MVP одна библиотечка есть, которая вот там готовые такие компонентики для реализации этой архитектуры там предоставляет. У вас получается самописанная, да? Мока библиотеки, да, это мы писали, мы это в опенсорс выложили и вот уже пачка народу это использует, там комьюнити, оно определенное уже за два года собралось. Вот. Вот, касаемо второго вопроса, гидсабмодуль. Гидсабмодуль, он позволял нам не делать единый монорепозиторий, то есть как бы андроид и iOS, они все еще там сами в своем темпе могли двигаться. И когда там iOS-ник захотел подцепить себе новую версию мультиплатформы, он такой поднял коммит и все хорошо. Вот, но при поднятии коммита он может увидеть, что некоторые уже используемые им опишки были изменены, потому что там андроидщик решил, что надо там в метод добавить какие-то аргументы. Вот. И он сразу на этапе компиляции увидит, что ага, все это сломалось. Вот. В начале вызывало основную боль, что ребята плохо умели друг с другом контактировать, то есть они привыкли жить в мире, что андроидщики делают андроид, а iOS-ники делают iOS. И типа друг друга что спрашивать-то, вон ТЗ, все, сидим фигачим. Вот. А тут получается у них появился какой-то общий код, который и помогает друг другу, еще и может друг другу что-то попортить. И они начинали вот как раз контактировать, начинали общаться, начинали договариваться, что а как мы делаем? А вот если у нас там в запросе появился новый аргумент, мы сразу его сюда пихаем или обсудим вообще, какой там тип должен быть, точно ли надо вот тут такую фигню пихать. Вот. Или как оно должно там, какой результат выдавать, где там мы используем callback, а где мы просто suspend функцию напишем. Потому что на тот момент, когда мы это делали, suspend функции на iOS они никак не доходили. То есть просто они стирались и как бы андроидщик напишет такой, вот запрос, suspend функция, там авторизующая, все такое. А iOS компилирует, говорит, у меня нет этого метра. Где он? Вот. Потом смотрит в код, он есть. И сидит думает, а что к чему? Вот. Сейчас уже в данный момент мультиплатформа, она там автоматически предоставляет со стороны iOS, что там suspend, это там функцию, у которой есть callback. А тогда мы вручную там писали, просто договоренно сделали, что вместо suspend мы используем как бы для андроида вот suspend, а для iOS в iOS main дополнительно сделаем функцию с callback, которая вызовет этот suspend. И таким образом как бы и андроидщикам и айосникам всем хорошо. Но это требовало вот этап притирки, пока они там договорятся между собой и поймут, где они друг другу жизнь портят. Получается, у вас сейчас моноры подоведите? На всех проектах, которые мы делаем с нуля, монорепода, которые интеграция у нас везде именно с обмодуль. Спасибо. Спасибо, отличный вопрос. Мы продолжим. Спасибо за доклад. Меня зовут Адлет, компания JUSAN. Да, мы очень интересуемся мультиплатформой. Теперь такой вопрос. Как обстоят дела с тестами? Пишите ли вы тесты и как КММ дружит с тестами? Спасибо. Тесты, ну, с ними все неплохо. То есть можно написать тесты там же в Kotlin в части Common Test. И, ну, в принципе, там механика такая же, как вот с Common Main. Там мы можем написать что-то в общем коде, что-то там в Android Main, в iOS Main. Тут тоже мы можем в Common Test, также Android Test, iOS Test. То есть юнит-тесты там без проблем можно написать под общий именно код, под платформенно-специфичный Kotlin код тоже. И запускаться они будут на всех платформах. То есть мы написали в Common Test просто там тест на какую-нибудь там нашу логику. И потом, запуская тесты, он прогонит этот тест на Android-ном эмуляторе и на iOS-ном эмуляторе. И то есть если у нас по какой-то причине где-то там в недрах оказалось, что есть какое-то различие в логике, ну, например, мы написали ExpectActual функцию и сказали, что там на Android она вернет один, а на iOS почему-то мы решили, что она вернет два. И у нас механика вся сломалась. Вот. И тест, например, проверяет эту функцию, что она должна возвращать один. Вот. И для Android он скажет, что тест выполняется, все хорошо. А для iOS он скажет, что тест не выполнился, вернулась двойка. Типа иди исправляй. А тест, по правде, ну, код написан в одном экземпляре. Нам не надо там отдельно это все прописывать. Вот. Причем для мультиплатформы даже начинался несколько лет уже назад эксперимент. Ну, там на GitHub есть библиотечка, которая предоставляла мультиплатформенную привязку к Espresso и XCUITest. То есть можно, ну, там, как бы пример есть, как можно UI-ный тест написать на Кодлине, один код, который будет проверять Android на UI и iOS на UI. Вот. Мне эта идея очень тогда понравилась. Я тогда старался, чтобы побольше звездочек этой библиотеки навешали, чтобы ее развивали. Но автор в итоге подзабил пока. Вот. Спасибо. Отличный вопрос. Спасибо за доклад. Меня зовут Алихан, Колеса Групп. У меня возникло несколько вопросов. Первый вопрос. Насколько легче вам стало разрабатывать, ну, какие-то новые фичи, да? То есть замеряли ли вы выхлоп от КММ? И второй вопрос, не кажется ли вам, что вы увеличили работу там андроидером и урезали немножко iOSером? Либо у вас iOSер тоже начинает там обучаться Кодлину. И в таком случае доверяете ли вам вообще как бы разработку на Кодлине? То есть насколько вот лимит доверия у них есть? Ну, начну с простого, с первого, который я забыл. Замеряли ли вы получать? Я все вспомнил. Замеряли. Но замеряли мы не прям фактические там трудозатраты с другими фактическими трудозатратами на тот же самый функционал, да? То есть мы не делали одну и ту же работу чисто нативно и на мультиплатформе. Но мы по-другому пошли. То есть у нас, ну, мы заказная разработка, мы делаем оценки, потом делаем по этой оценке проект. Вот. И когда мы поднабрали опыту уже по мультиплатформе и видели, что мы оценки нативные, мы в них укладываемся и у нас есть запас, мы решили сделать так, что у нас при оценке, если мы оцениваем, что мы будем использовать мультиплатформу, мы убираем 50% от одной из платформ. Вот. Мы начали выдавать такие оценки, и в результате мы с этим живем уже два года точно, и каких-то там глобальных вылетов от этого мы не получили. То есть как минимум половину от одной из платформ, вот от трудозатрат на одной из платформ, да, мы точно можем считать, что это сокращает. Вот. Ну, и общий фидбэк там именно ребят, которые разработкой занимаются, что оно действительно становится проще, особенно когда там бизнес-логика, она какая-то нетривиальная, что один человек ее сделал, другой уже там не пытается разбираться в том, как ее сделать, он уже видит, что вот сделано, можно использовать, если что, там что-то подкрутил, вот, и все хорошо, все удобно. Вот. А по второму, айосники у нас тоже работают с Kotlin Code. То есть в начале вообще первый самый проект на мультиплатформе у нас делал айосник. То есть он был единственным свободным человеком на тот момент. Вот. И я подошел к нему, спросил, вот есть маленький проект, есть новая технология. Я тут на, ну, в отпуске своем там наделал немного готовых там классиков для работы с этой технологией. Типа там как в сеть сходить, как распарсить ответ, как там асинхронщину запустить. В принципе, типа работает. Будешь пробовать или нет? Он такой, ну да, давай. Вот. И в итоге он сделал там, примерно за месяц он сделал как раз айос и общую логику. Потом мы подцепили андроидщика, он там за неделю или полторы сделал андроид. То есть просто там UI такой добавил, он работает, все. Причем проблемы именно с отладкой уже у него не было. Потому что вся бизнес-логика, она была проверена на этапе разработки айос. Айосник это все сделал, проверил, что оно работает, что к серваку все правильно уходит, что данные мы оттуда тоже правильно берем. А андроидщик пришел, такой UI накидал, о, работает, все. Вот. И дальше, когда подход мультиплатформы распространялся по компании, айосники, они не захотели отстраняться от этого, они сказали, что смысл нам только UI делать, неинтересно. Что там у вас за кодлин, давайте глянем. Посмотрели и начали тоже в это влезать. Понятно, что вход в мультиплатформу айосников, он сложнее. Вот. И для того, чтобы это все упростить, мы наделали кучу… Ну, сначала мы вообще делали, что у нас были регулярные встречи обучения, где там подробно разбирали с айосниками, как все делать. Потом мы это все в итоге завернули в кодлабы, но там они заглохли. Сейчас уже есть у нас сайт кмм.айсрок.дев, который, в принципе, здесь по Куару там, по этому Куару найти можно. Вот. Там есть три раздела. Есть университет, который прям вообще нулевых ребят, которые там просто с универа пришли, он научит и андроиду, и айосу, и мультиплатформе сразу. Вот. Если хочется как бы въехать уже опытному человеку, то можно вот в универ заглянуть там с третьего блока мультиплатформы, вот. А можно зайти в соседний блок, который называется анбординг. Это тот сценарий, такой, тот план, по которому мы погружаем опытных ребят к нам в компанию. То есть, если мы взяли уже там метла андроидчика или метла айосника, то мы кидаем его в анбординг, андроидчик побыстрее его пройдет, а айосник подольше. Ну, он как раз там ознакомится с Котлином, с мультиплатформой, как с этим работать, как у нас все принято. Вот. Он все это изучит и потом уже цепляется к реальному проекту. Ну, и не сильно много боли вызывает у темлида и наставника. То есть, ему понятно более-менее, что как. И команде, ну, можно уже давать ему задачки реальные. Вот. Спасибо большое. А, ну и там же база знаний есть на КММ. Очень. Блин, Леша прям подробно все рассказывает. Круто. Спасибо, Леша. Давайте следующий вопрос. Пока есть возможность позадавать вопросы, пользуйтесь, не стесняйтесь, ребят. Привет. Все, привет. Меня Коныш. Я Сосбер Казахстана. Недавно это Берекебанк. У меня такой вопрос. Вот. Если говорить, что айос, ну, они когда влезают в КММ-модуль, они как бы изучают Котлин, да, это необходимость. А если как андроид-разработчик ты начинаешь разрабатывать какой-то КММ-модуль, насколько важны тебе будут понимания именно специфики работы iOS-платформы, чтобы вкатиться, например, в КММ-модуль, в разработку? До недавнего времени там главное, что надо было понимать, что для iOS-а немного другая модель работы многопоточки. То есть там только в последнем релизе Котлина 1.7.20 был включен новый Memory Manager, который позволяет работать с многопоточкой так же, как на GVM. То есть там не парясь вообще в каком потоке был создан объект, можно брать его, менять, получать рейс-кондишены и вот все такое. А чуть раньше многопоточка для iOS-а работала по-другому. Там можно было получить ошибку в том коде, который для андроида работает, а для iOS-а он перестанет работать. Там надо было учитывать специфику эту. И вот этот момент андроидащикам при работе с общим кодом надо было учитывать, надо было знать. Еще момент, который до сих пор надо учитывать, это проектирование публичного API, чтобы оно для iOS-части было все равно удобным. То есть там из-за того, что котлин-код после компиляции превращается во фреймворк, который выглядит для iOS-а как Objective-C-шный фреймворк, то у нас есть ограничение от самого Objective-C API. То есть там нельзя в интерфейсы докинуть дженерик. В публичном API общего модуля это не стоит использовать, иначе андроиду будет хорошо, а iOS-у не очень. И вот эти моменты, их требуется учитывать и андроидчикам, и iOS-никам, когда они пишут вот общий код. Но в целом андроидчикам значительно проще въехать в мультиплатформу, типа тот же самый Kotlin, тот же самый Gradle. А iOS-ники, когда Gradle видят, они хотят все это выкинуть нафиг. Поэтому первый материал, который у нас был в базе знаний, это двухчасовой видос, что такое Gradle прямо вот с нуля. Вот. И это сильно там упростило ребятам работу. Поэтому андроидчику, ну, въезжать проще, но вот эти два момента API, ну, точнее, в данный момент уже один момент, API публичное, его надо учитывать. То есть там сначала, пока опыта мало, лучше там с iOS-никам советоваться, типа, смотрите, что получилось после компиляции, а iOS-ник говорит, да, это удобно, готов так использовать. Или говорит, нет, это неудобно. Вот. Если до 1.7.20 использовать, то там еще много по точку учитываете. Спасибо. Можно второе еще? Да, да. Ну, да, я так понял. Ну, первый момент это больше про коммуникацию, да, Android и iOS лучше, больше, чтобы было, да. Да, и какие-то, по сути, с новым Kotlin вот таких моментов именно, что интеграция Kotlin с Objective-C или компиляция, их не так много, да, осталось? Ну, вот это вот публичное API, оно для Kotlin у нас со стороны Android тоже Kotlin, поэтому он использует все те же возможности, что вот у Kotlin в общем модуле есть. Никакой потери возможностей на стыке нет. Для iOS у нас есть вот Swift на iOS, но он видит Kotlin как Objective-C. И вот тут потеря может быть. Вот эту потерю надо ее на опыте запомнить, прочувствовать, изучить, какие конструкции Kotlin во что превратятся для iOS. Именно вот публичные. То есть то, что у тебя будет приватное, интернал, внутри общего кода, там никаких ограничений нет. Как хочешь, так и пиши Kotlin код. Но вот то, что должен видеть iOS со стороны общего кода, там надо правильно это все написать. А можно и вот второй еще вопрос. Вот, например, при реализации, говорите, что, например, если мы сразу с нуля реализуем, то это, возможно, и подход к архитектуре самого построения приложения. Условно, на Android мы привыкли реализовать это на MVVM, с использованием clean архитектуры. Но я слышал еще такое мнение, когда рассуждаем про MVVM. Например, как будто бы часто, например, Android может навязать MVVM. Но, насколько я понимаю, для iOS это не так, как нативно, как для Android используя, например, архитектуры MVVM. И, например, в дальнейшем, как будто бы им становится тяжелее, что ли, с этим работать или такого нет. И до какого уровня, например, можно опускаться, если начать с clean. Можем, например, дата слой, да, там, network вынести в KMM. Потом какой-то domain, бизнес логику вынести в KMM, да. И вот, например, уйти даже до контроллеров, да, в MVVM вынести тоже в KMM. Или это уже здесь может какие-то возникнуть проблемы. Ну, я уже отвечал, что мы у себя в U-модели, вот, presentation слой тоже в общем модуле держим. iOS-ники у нас никак не сломались от того, что у нас MVVM на обе платформы. Им, в принципе, тоже MVVM знаком был. Правда, что на iOS не так часто используется MVVM-архитектура. Ну, раньше было. Сейчас там со SwiftUI, в принципе, в U-модели они стали чаще видны быть. Но они там немного вот своеобразны. Вот. Но в целом, ну, это архитектурный подход. Один из тех, которые там в iOS тоже используют. Там есть еще вайперы всякие, презентеры тоже и так далее. Вот. И, ну, тут команде самой решать уже. Если iOS-ники сильно не хотят там обобщать presentation слой, то можно просто оставить вот в U-модели на андроиде и в общий код не тащить. Тогда iOS-ники будут сами себе делать там что угодно на свифте у себя. Вот. А использовать только вот там юзкейсы, репозитории общего кода, например. То есть ты сам решаешь, что у тебя будет общее, а что будет на платформе оставаться. Спасибо. У нас немного есть небольшое ограничение по времени, так что давайте в темпе. А, привет. Здравствуйте. Меня зовут Олег, я из Колеса Групп. Вот. В интернете можно найти много информации о том, какие есть возможности у КММа. Вот. Ну, почти нигде не пишут. Какие есть недостатки. Он сейчас активно развивается. Вот. И недостатки обычно как раз только на практике можно найти и заметить. Вот. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас недостатки есть у КММ, вот, которые вы, ну, заметили и там, которые вызвали у вас боль. Спасибо. Ну, я про это несколько докладов уже делал. Можно просто посмотреть мои доклады о ПСКОНФО, там, 18-й год и 19-й. Там как раз пачка болей была, которую мы как-то решали, какую-то не решали, а просто игнорировали, что, типа, не будем тогда так делать. Вот. И последний в этом году был на Мобиусе. Там про то, как как раз писать Kotlin Code таким образом, чтобы со стороны iOS он был удобен и безопасен для использования. Вот. То есть это довольно объемная тема. Ее лучше вот посмотреть в тех докладах, которые я уже делал. Леша обязательно скинет ссылку на доклады, если вам интересно, в чатик. Либо можете написать ему в личку, он тоже ответит. И последний вопрос на сегодня. Привет, представься. Привет, Костя из Дзена. У меня такой вопрос. Если я правильно понял, то может сложиться такая ситуация, что в КММ может быть библиотека, допустим, для запросов к интернету подключена какая-нибудь, и отдельно в iOS. Насколько это увеличит размер приложения, если будут и там, и там подключаться библиотеки для одного и того же? И насколько вообще они реально это так? Или там используется, однако, это либо волшебным образом? Ну, разумеется, там не используется одна либо волшебным образом. Там используется одно и то же системное API. То есть там любая библиотека iOS для работы с сетью, она использует NSURL Session. И то же самое использует и мультиплатформенный КТОР, который занимается сетью. Но из-за того, что и в iOS подключен какой-нибудь Alamafire, например, и на общей части мультиплатформенной там КТОР подключен, будет точно некоторое превышение там излишней использования размера бинарника, потому что как бы мы в принципе-то можем всю сеть утащить в общий код, отказаться от Alamafire и вот там на его размер уменьшить все это. Так же, как и в принципе с нативной разработкой, что если бы мы писали на том же свифте, но с использованием другой библиотеки какой-то модуль, и тогда бы у нас был Alamafire и там, не знаю, моя рядом, и вот у нас там тоже излишне. То есть тут просто надо брать путь на то, что отказаться от одного из этих вариантов. То есть если мы сеть начали в общий код тащить, то лучше тогда постепенно полностью ее туда унести, убрать уже там Alamafire этот или MoU с платформы и не тратить там излишне место. Спасибо. Спасибо, Леша. Спасибо, ребят, за классные вопросы. Давайте поблагодарим Лешу.